здравствуйте друзья сегодня готовим торт молочная девочка очень вкусный и нежный торт со сгущенкой приготовим бисквит для приготовления бисквита нам понадобится сгущенное молоко мука сливочное масло 2 яйца разрыхлитель и щепотка соли в емкость выбиваю 2 яйца добавляю щепотку соли и сгущенное молоко полное количество ингредиентов я вам оставлю в описании под видео все хорошо перемешиваю разрыхлитель добавляю в муку и перемешиваю добавляю муку с разрыхлителем в ранее замешанную массу перемешиваю венчиком пока я перемешиваю не забудьте подписаться на мой канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые интересные рецепты растопленное сливочное масло сливочное масло должно быть уже остывшим добавляем в массу и хорошо перемешиваю до однородности вот такое примерно по консистенции должно у вас получиться тесто она стекает ленточкой с венчика подготовим форму для запекания коржей я буду использовать кондитерское кольцо и силиконовый коврик размер кольца я установила на 18 сантиметров выкладываю три столовые ложки теста разравниваю ложкой по всей поверхности и то же самое проделываю со вторым коржом я буду испекать сразу по два коржа то же самое можно проделать положив пергаментную бумагу на противень начертив круг с помощью тарелки и выложить также две-три столовые ложки теста и разровнять духовку я уже поставил разогреваться на 180 градусов выпекаем коржи ориентировочно 10-12 минут это в зависимости от вашей духовки и от того количества теста которое вы выложили на каждый корж пока коржи выпекаются приготовим крем-чиз я буду готовить крем-чиз и маскарпоне сливок и сахарной пудры как приготовить маскарпоне вы можете посмотреть на моем канале на отдельном видео ссылочку я вам оставлю в описании также вы ее увидите в подсказках в емкость выкладываю 400 грамм маскарпоне добавляю 60 грамм сахарной пудры и взбиваю миксером для того чтобы сливочный сыр размягчился можно использовать любой другой сливочный сыр добавляю 250 миллилитров сливок и взбиваю в течение 4 5 минут до стойких пиков взбивать крем нужно на максимальных оборотах взбитый крем я советую поместить минут на 30 в холодильник чтобы он немного загустел и затем переложить его в кондитерский мешок пока я занималась кремом первые два коржа испеклись достаю их из духовки даю им немного остыть снимаю коржи с силиконового коврика немного провожу вот так ножом и выкладываю их на блюдо дужать коржи я советую по отдельности пока они теплые они очень легко прилипают друг другу и ставлю запекаться последующие коржи в общей сложности у меня получилось 6 коржей коржи я немного подравниваю ножиком чтобы тортик у нас получился ровненький оставшиеся крошку я буду измельчать в дальнейшем на блендере посмотрите какие красивые коржи получились и получаются они очень вкусные за счет сгущенного молока торт у нас называется молочная девочка это не зря все готовы собираем торт выкладываю первый корж на корж сверху выкладываю немного крема и все хорошо разравниваю ложкой я собираю в кондитерском кольце но то же самое можно сделать без кондитерского кольца в кондитерском кольце получается удобнее и быстрее и то же самое проделываю со следующими коржами выкладываю корж сверху накладываю крем и хорошо промазываю по всей поверхности крема приготовленного для этого торта оказалось достаточно у меня ушло примерно три столовые ложки на каждый корж убираю кондитерское кольцо и буду смазывать тортик по бокам полностью чтобы все пустые места пробелы закрыть кремом убираю торт в холодильник на ночь можно убрать на несколько часов если у вас совсем нет времени за ночь торт хорошо пропитался кремом я его достала и смазываю немного еще раз сверху и по бокам оставшимся кремом я советую оставить немного крема и смазать его еще раз и затем будем украшать тортик для этого я сделала крошку перебила ее на миксере и сделала стружку из белого шоколада стружку из белого шоколада можно заменить кокосовой стружкой украшайте тортик по своему усмотрению по своему вкусу также можно в тортик добавить начинку в качестве начинки подойдут фрукты ягоды в одном из моих видео я уже готовила торт молочная девочка и там у меня в качестве начинки манго и другой крем очень интересный рецепт рекомендую вам его посмотреть сейчас я вам тортик разрежу покажу какой он получился внутри режется он очень легко потому что получается очень воздушные сочные с очень вкусным кремом и очень вкусными нежными коржами коржи на сгущенном молоке это просто воплощение вкуса такой тортик подойдет на день рождения новый год любой другой праздник и готовится он очень просто с небольшим количеством ингредиентов очень вам рекомендую попробовать этот рецепт надеюсь это видео вам понравилось ставьте лайки пишите мне ваши комментарии или напишите просто спасибо или смайлик мне будет очень приятно а я всем желаю приятного аппетита прекрасного настроения и до новых встреч с новыми рецептами